А теперь давайте посмотрим, какие изменения должны быть внесены в рукав. Так как мы углубили пройму, у нас получается вот эта вертикаль, она у нас получилась длиньше. 18 сантиметров, тут смотрите, соединили плечевые точки, поделили пополам, опустили линию вертикальную до новой линии проймы, замерили ее. Минусовали, 2 сантиметра надо минусовать, это 48 размер, пример приведен на 48. Так, я здесь чуть-чуть, я уже подготовила, но немножечко ошиблась. Значит, смотрите, не 2 с половиной, потому что 2 с половиной это на маленькие размеры, 2 сантиметра, это на средние и минус полтора от величины, это на большие размеры. Так вот, значит, 18 минус 2, у нас получается 16 сантиметров. Высота оката рукава, вот так, 16 сантиметров, это высота оката рукава. Откладываем 16 сантиметров, вот они как раз таки, 16 сантиметров, вот она высота оката. По ширине рукав мы также строим, как и строили, пока что, обхват руки плюс 4 на свободное облегание. А вообще-то, сразу можно изменить. Когда мы углубили пройму, 4 сантиметра на свободное облегание уже маловато. Можно брать 5 сантиметров. Итак, давайте возьмем 5 сантиметров. Обхват руки плюс 5 сантиметров. Обхват руки 31 плюс 5, плюс 5 будет 36. Откладываем ширину рукава 36 сантиметров. Вот здесь у меня 35, значит, мы по 0,5 сейчас я возьму и увеличу по 0,5. Вот в каждую сторону сразу же. Я немножечко не рассчитала. Ну, ничего, сейчас быстренько это можно исправить. Вот так добавим по 0,5 с каждой стороны. Вот она ширина получилась 36 сантиметров. 5 сантиметров мы взяли на свободное облегание к обхвату. Так, потом мы поделили пополам. И каждую половиночку мы тоже поделили пополам. Так, это будет 18. Ну, тут чуть-чуть совсем разница, небольшая. Я даже вот эти серединки не буду менять. Вот эти линии я даже не буду менять. Смотрите, нам же нужен только верхняя, это окат рукава, верхняя часть нужна. Что мы делаем? Вот потом еще каждую часть пополам поделили. И провели наклонные линии. Так, вот она. Я с точностью до миллиметра здесь вымерять не буду. Мелу у меня толстый, и я все равно не сделаю так, как на бумаге. Но все-таки суть я до вас донесу. Вот смотрите, значит, что мы сделали. Ну, как всегда, поделили еще каждый участок еще напополам. Вот так, перпендикуляра 2, здесь 1,5-2, в верхней части оката 1,5-2, в нижней части 0,7-1. Если вы смотрели видео построение рукава, вы уже знаете. Это середина рукава, линия переднего переката, это знак передней части, здесь линия локтевого переката. Так вот, вот так спереди через пересечение линии проходит окат, а по задней части на сантиметр выше линии пересечения. Итак, окат уже готов. Мы его замеряем и узнаем разницу, то есть длину посадки. Что нам надо, чтобы у нас посадка по окату рукава получилась от 4 до 6 сантиметров. Вот так ставим на ребро ленту и проверяем. Так, получилось 50,5. Так, эль оката, длина оката эль 50,5. 50,5. Это вот эта длина оката. Вот она. Так. А длина проймы, посмотрите, я уже замерила длину проймы. Вот она по спинке, длина проймы 23 сантиметра и по переду 22,5. Разница 0,5 сантиметра, то есть длина проймы по спинке, она должна быть всегда больше, чем длина проймы по переду. Получили 23,22,5. Получили 45,5 общую длину проймы, углубленную уже. И вот у нас длина оката 50,5, минус 5,5 на посадочку вышла ровно 5 сантиметров. Посмотрите, эль посадки по окату равно 5 сантиметров. Вот эти 5 сантиметров мы припосадим. Они вполне нормально припосадятся по окату рукава. По нижней части оката не припосадивается. Но если, как я рассказывала, растянулась вот здесь, то припосадивается. Здесь у нас удачно получился рукав. То есть к углубленной пройме у нас мы ничего не меняли, у нас все хорошо получилось. Но как быть, когда мы углубили пройму и вдруг оказалось, что окат, это мы 5 сантиметров взяли, поэтому так у нас хорошо и на посадочку 5 вышло. Но это не всегда цифры совпадают. Часто совпадают, но не всегда. Нет тут такой какой-то закономерности между этим. А как бывает часто, что когда мы углубили пройму, у нас получилась посадочка маленькая. Вот, например, 3,5 сантиметра. Это маленькая посадка по окату рукава 3,5 сантиметра. Что мы будем делать? В первую очередь мы, даже если вдруг мы взяли вот здесь на свободное облегание 5 сантиметров, а все равно посадка получилась, предположим, что она получилась маленькая, 3,5. Что мы сделаем? Мы возьмем и добавим по высоте оката. Добавим, ну, например, сантиметр для начала. Да, даже можно для начала 0,5 добавлять. К примеру, сделали сюда сантиметр, да? Новую, вот так прочертили, новую линию оката рукава, вот так прочертили, замерили. Например, у вас увеличилось на пол сантиметра, 4 сантиметра. Но, вообще, я хочу сказать, что 4 сантиметра на посадку это тоже мало. Это только для сухих фактур ткани. Вообще, хорошо, когда 5 сантиметров, как бы, у нас идет на посадку от 4 до 6. Но мне нравится всегда, как я говорю, золотая середина. То есть, 5 сантиметров. Вдруг у вас получилось опять, что у вас вот здесь всего 4 сантиметра, да? Было 3,5, вы подняли на сантиметр, у вас получилось 4 сантиметра. Вот, что мы тогда еще сделаем? Мы возьмем по 0,5 сантиметра, добавим. Вот по 0,5 добавим в каждую сторону рукава. Вот так, по ширине получается. И здесь уже внизу у меня нет построения. Здесь сейчас нам не нужно. Вся суть в том, что мы должны рассмотреть окат рукава. И получается, когда мы вот сюда добавили по 0,5, это на сантиметр у нас прибавилось. Вот, например, у нас получалось за счет того, что мы верх сантиметра добавили, у нас получилось 4. А когда мы по 0,5 добавили с каждой стороны, у нас, конечно, получится уже на посадку 5 сантиметров. Когда ткань не сухая, она будет очень хорошо сутюживаться. С каждой стороны по 2,5 сантиметра сутюживается, нормально сутюживается в таких тканях, которые идет мокрая фактура, мягкая такая, рыхлая. Или же, ну как сказать, вот раньше была шерсть у нас, мы сутюживали без проблем. Сейчас, конечно, ткани совершенно другие. Но поверьте, 5 сантиметров припосаживается нормально. Вот, ну вот это я хотела добавить к углубленной пройме. Вот такая тема. Я хотела обратиться к подписчикам, пожалуйста, не обижайтесь, что я не на все вопросы отвечаю. Я их не выписываю, времени нет, а потом я их как-то забываю, о чем спрашивали. У меня будут вот уроки как бы по программе. Я буду тему за темой. Когда мы вот все уже исчерпаем, например, вот по поводу проймы, по поводу оката, ну хотя на этом уже все, пойдет у нас построение воротников, построение воротников. Потом будет моделирование рукавов. То есть я веду канал так, как я преподаю курсы в таком же порядке. Ну, может быть, я тему одну введу. Это для начинающих. Швы, машинные швы, ручные швы, возможно, потому что они приходят, как я, на курсы новенькие. И им негде даже посмотреть. Ну, есть, конечно, где в интернете, очень много где посмотреть. Но ведь когда учащиеся приходят к одному преподавателю, они хотят уже смотреть его видеоуроки. Поэтому, если вдруг я после такой серьезной темы перейду на швы, пожалуйста, не удивляйтесь. Мне, своим начинающим ученикам, тоже нужно выкладывать уроки, чтобы они эти швы повторяли дома. Ведь швы – это основа основ швейного дела. Без швов мы, как говорится, не туда и не сюда. Вот, поэтому, возможно, следующая тема будет не какая-то серьезная такая, потому что я уже, как бы, такие сложные темы рассмотрела. А вот такая простенькая швы. Ну, надеюсь, вам будет тоже интересно. Вы посмотрите. Может быть, что-то для себя почерпнете. Потому что не все же уже вот такие шьющие, что только нужно, как бы, как разъяснение на сложные темы. Есть же такие, которые тоже со мной сейчас только начинают обучение. Ну, вот, с вами была Надежда Вячеславовна. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok